приветствую всех любителей астрономии вы на канале астровыезд и сегодня мы поговорим про то как же начать свой путь в астрофотографии если вы новичок и только приступаете к этому занятию например уже сделали разовый снимок посмотрели что звезды получаются и хочется результат как-то улучшить и для этого в астрофотографии часто применяется такой метод как сложение фотографий то есть мы делаем серию фотографий и как бы накладываем эти фотографии друг на друга тем самым улучшая качество этих фотографий и один из главных и очень хороших инструментов для астрофотографа это такая программа как deep sky stacker эта программа является бесплатной является отличным ресурсом уже зарекомендовавшим себя во времени а также непрекращающаяся поддержка и непрекращающаяся актуальность среди астрофотографов мы будем использовать актуальную версию на данный момент это deep sky stacker 515 и нам надо его скачать и установить на компьютер установлены эти программы сделаем сразу вот так вот в этом видео мы будем использовать фотографии сделанные подписчиками его канала александром стопкиным большое ему за это спасибо и давайте мы сначала посмотрим на них тут имеется полный комплект калибровочных кадров lights и вот давайте посмотрим сами световые кадры эти фотографии сделаны на фотоаппарат canon 550 до самостоятельной модификации с использованием astra tracker а никаких фильтров не было и вот такую картину мы с вами можем наблюдать да давайте по щелкаем вот у нас спутник летит вот он да видите здесь сначала следующий вот у нас такие кадры они немножечко смещаются вот вот пролетает кучка немножечко у нас это все смещается вниз есть треки различные вот такие у нас одиночные кадры имеются в наличии это кадры сделаны на широкий угол это вообще очень хорошая сцена для любого начинающего астрофотографа поскольку используется только astra tracker зеркальная камера в данном случае canon 550 объектив юпитер 135 а это широкий угол захватывает достаточно большое большой участок неба не так сильно критичны неточности видения и можно уже начинать дату достаточно простой вариант очень хороший вариант для начинающего астрофотографа очень рекомендую да если хотите попробовать начать не сразу начинать с телескопа как многие могут подумать а с какого-нибудь простого трекера фотоаппарата и объектива это прекрасный вариант и именно такой вариант мы сейчас и рассмотрим в данном случае снимались у нас окрестности где тумана северная америка добавляем сюда наши файлы изображения да вот выбираем первый они загрузились показывать 150 кадров у нас вот для того чтобы получше нам рассмотреть вот здесь можно ползунок потянуть пускай будет вот так также чтобы добавить калибровочные кадры здесь есть dark flat dark flat offset у нас есть дарки давайте их добавим наши дарки к этим к этому к этим изображениям это темновые кадры такие которые показывают с помощью которых можно отсекать лишние горячие пиксели там шумы и тому подобное правда дикс дипская стекер умеет это делать и самостоятельно такие калибровочные кадры достаточно просто сделать нужно только закрыть крышку объектива чтобы не попадал свет на нашу матрицу фотоаппарата и просто продолжить съемку с теми же параметрами можно даже и дарки не добавлять и просто одни кадры изображения дипская стекер также сложит и первое что нам нужно сделать это зарегистрировать давайте выберем нажмем кнопочку выбрать все вот они у нас выбраны и сделаем регистрацию выбранных кадров складывать нам после регистрации пока ничего не надо и у нас есть небольшое предупреждаешь флэтов сетов нет ну ничего страшного вот и давайте посчитаем количество звезд начнем там вот с 10 процентов мы получаем 872 звезды это в принципе уже нормально да если допустим понизить уровень звезд он увидит намного больше но и процесс сложения станет более долгий поэтому здесь вот нужно подбирать такое грамотное количество звезд и чтобы скорость была хорошая и точность была хорошая вот тогда давайте в таком поле мы все-таки останетесь процентов остановимся вот на 872 звезды и поехали регистрировать и так у нас закончилась регистрация кадров и как я уже говорил это отличное средство дипской стекер для получения конечного результата потому что с дипской стекером даже не обязательно просматривать все фотографии заранее какие-то не получившиеся сразу отложить в сторону дипской стекер нам выставит баллы и вот у нас уже отсортировалась здесь все по баллам с помощью которых мы можем по сути сразу посмотреть все непосредственно здесь на месте и выбрать те фотографии удалить отсюда те фотографии которые получились откровенно говоря не очень хорошо вот самая высокий балл нас получился 7521 данном случае но эти баллы это там не какая-то единица конкретно измерений вот есть такая вот лупа мы можем просто мышкой водить по фотографии и смотреть насколько хороши наши звезды или наоборот не хороши дальше по этим баллам и можем скатиться вниз так это дарки вот у нас последний кадр изображения который получил 5083 балла глянуть на него мы можем и да здесь мы видим центре что немножко потянуты звезды естественно такие кадры мы можем удалить добывайте дойдем к примеру до 6000 баллов вот здесь вот и проверим состояние звезд тут а здесь они вполне себе приличные давайте 5 800 посмотрим тоже здесь у нас хорошие звезды 5 790 а вот и вот начинаются подтягивания значит по сути можно сделать вот так вот и все эти кадры снять отметочку и мы не будем и складывать на всякий случай проверим вот тут да да дальше вот мы видим что у них есть у дальнейших кадров смазик ну давайте этот смаз не будем использовать это касается баллов также естественно мы видим такие характеристики как и со выдержка величина звезды размер звезды это говорит о том что чем значение меньше тем звездочки меньше тем лучше фокус у нас пролистаем и в принципе мы видим приблизительно одинаковые значения можем ради интереса со сортировать по самым большим значениям вот они и эти самые большие значения у нас в принципе как раз попали под самые низкие баллы и мы уже выбрали уже убрали данные фотографии из выборки вот это еще можно проверить что здесь не так да здесь вот тоже не очень давайте ее тоже уберем и того в принципе мы все неудачные кадры убрали и также мы можем видеть фон неба он нам говорит о том что допустим у нас появились какие-то дополнительные засветки или угол возвышение допустим уменьшился попал в какую-то зону засветки фон стал ярче то есть небо стало ярче и если к примеру мы снимаем вот такие туманности то скорее всего детализация также упадет что не есть хорошо и давайте отсортируем по фону вот видите да здесь достаточно стала ярче фотография а вот это ниже которая нас будет она будет вот у нас фон значительно темнее давайте пару ярких очень фотографии мы наверное тоже отсюда уберем так у нас осталось на данном этапе там 113 фотографии понятно что вы можете хоть все сложить попытаться возможно какие-то артефакты вылезут а возможно нет но данная программа предоставляет нам очень хороший инструментарий для того чтобы понять и отсортировать фотографии по качеству практически в автоматическом режиме очень хорошими подсказками также мы проверим дарки то что они также с iso 800 также 30 секунд наши параметры совпадают все прекрасно все замечательно и дальше мы переходим к сложению появляется у нас диалоговое окно шаги складывания это уже непосредственно перед сложением мы видим что суммарная выдержка ожидается пятьдесят шесть минут что в принципе достаточно неплохо здесь мы видим у нас красненьким предупреждение что у нас нет аффсетов нет флетов их да можно загрузить и они естественно не будут предупреждаться но это ничего страшного потому что он все равно выполнит сложение давайте перейдем в настройки сложения здесь мы видим три варианта я обычно вот пересечением пользуюсь вот так же у нас здесь есть вот этот вот эти переключатели 2x drizzl это не морость как перевести дословно а это увеличение то есть масштабом как бы будет хорошие пиксели за их запихивать рядом еще в пиксели в общем такая сложная штука которая при низком разрешении может по сути так хорошо помочь и улучшить качество фотографии но в то же время он еще и увеличивает естественно время сложения вот поэтому пожеланию можно пользоваться можно нет здесь есть режим кометы понятно но это надо выбрать комету там отдельные по сложению кометы получается отдельный алгоритм вот и у нас есть в изображение режим сложения и я обычно пользуюсь сюда медианка по сигна здесь поставим пятерочку к по 2 к из проходов 5 вот дарки помидян вот медианка по сигну позволяет нам убрать все треки пролетающие какие-то самолеты подобные вещи это все убирается это не будет в нашем конечном изображении потому что если сложить это все вместе с треками их станет побольше нам это все не надо мы делаем астрофотографию туманности зачем нам эти треки все выравнивание автоматические промежуточные сохраните файл принципе да тут все остальное остается как говорится как есть ничего особо трогать ты не надо все вот наше диалоговое окно что у нас получается ну давайте складывать мы получили конечное изображение наконец-то он все посчитал открыл нам предварительный просмотр и наш интерфейс поменялся у нас вот здесь есть некоторые ползунки которые возможно хотелось бы конечно потрогать но в этом нет никакой необходимости для нас работа в этой программе закончилась и мы видим у нас здесь что выдержка 56 минут используем 113 кадров и он уже автоматически по умолчанию сохранил в папку где у нас были световые кадры с названием авто сайф тиф теперь конечный результат который получился после сложения мы можем открыть к примеру фотошопе или в других программах которых вы планируете производить дальнейшую обработку вот он наш файлик в папке давайте его откроем и мы видим наш результат для того чтобы дальше с ним работать мы перейдем в режим 16 бит здесь нам нужно выбрать экспозицию гамму ok и нам доступны все вот эти великолепные крутилки управление цветом и так далее все что нам необходимо в данном видео конечно я углубляться не буду непосредственно в дальнейшей обработке естественно это большая такая уже тема дальнейшая и мы получили реально хорошую отправную точку чтобы дальше пользоваться различными инструментами типа гистограммы коррекции цветов вытягивать в общем все вот это дальнейшее и программа deep sky stacker сделала нам замечательный файл для того чтобы мы смогли с ним работать дальше спасибо что посмотрели надеюсь это видео было действительно полезным у вас получится сделать более качественные снимки подписывайтесь на канал до новых встреч всем пока а а Субтитры создавал DimaTorzok